Авторское дидактическое пособие внесено в муниципальную картотеку Амурского района. В связи с этим событием наша съемочная группа совместно со специалистами управления образования посетили детский сад села Вознесенское. Мария Афанасенко трудится воспитателем в детском саду номер 33 в селе Вознесенское уже 6 лет. За эти годы она разработала свою авторскую программу обучения детей, которая способствует развитию связной речи у детей дошкольного возраста. Тема этого пособия – развитие связной речи у дошкольников с использованием дидактической игры в гостях у сказки. Пособие Мария Афанасенко формирует у детей умение самостоятельно составлять рассказ или сказку. Ребенок должен придумать конец сказки. Мы сказку знаем, мы ее рассказываем, только концовку он должен придумать сам. Еще у нас есть такие интересные кубы-трансформеры. Вот такие вот. Они вот у нас переворачиваются. Интересно. Это для детям для закрепления сказок, знакомства детей с любимым автором сказок. А вот расскажите, пожалуйста, вот эти вот все конверты и кубы, это сделано вашими руками? Да, это мое авторское пособие. Я его делала сама. И сколько у вас времени ушло на разработку этого пособия и вообще как это пришло к вам? Ну вот у нас была проблема группа, получается, развитие связной речи. И там идет как раз составление рассказа, сказки. Ну, случайно наткнулась в интернете вот на такие конверты идут у нас. И вот пришла идея на конвертах придумать рассказы. Ну, вот сказки вот там очень интересные. И задание построено от простого к сложному. Потому что мы же учимся в процессе. Сначала мы отгадываем сказки, потом находим отличия. А уже в конце мы придумываем свою сказочную историю или сказку. А как давно вы внедрили вот эти занятия? Ну, мы уже, получается, два года, поэтому работаем с детьми. И какой прогресс? Заметим. Дети уже стали самостоятельно называть сказку. Описывать, что на картинке изображено. И последовательные сказки рассказывать. И придумывать свою сказочную историю. Ну, а как отметила Мария Александровна, заниматься с детьми только в детском саду – этого очень мало. Для закрепления результатов некоторые усилия должны приложить и родители. Живое общение, совместное времяпрепровождение – все это залог успеха вашего ребенка. Яна Бобровская, Иван Манойленко, Игорь Кузнецов, телеканал Амурск.